всем привет видимо в эфире очень рад открывать третью встречу световой среды еще более рад я тому что у нас аудитория растет раз от раза это говорит о том что проект принес свою пользу и интересен аудитории это очень круто меня зовут артем нефтушенко основатель компания оледо технической а световая среда это наш некоммерческий образовательный проект сегодняшняя тема она очень важна для меня лично потому что на самом деле она является такой центральной идеей нашего проекта в целом потому что задумывая световую среду мы хотели чтобы дизайнеры архитекторы взаимодействовать начинали уже плотнее наконец-таки потому что в россии все немножко как бы запаздывает в европе светодизайнер уже давно фигура понятная конкретная она значит эту фигуру зарплату получает даже проекты есть такая статья расходов опять же в проектах и в принципе архитекторов уже вшито в днк о том что как бы проект нормальный дизайнера пожалуйста позови у нас россии приходится вечно там как-то вот цветовой дизайн пропихивать всем вечно объяснить аргументировать очень уже хотелось бы что-то скорее 20 изменилось и именно поэтому эту тему мы сегодня решили поднять есть также еще хорошая новость все-таки да несмотря на то что мы от европы отстаем тенденция есть позитивная архитекторы и заказчики понимают важность этого дизайна и в принципе это понимание увеличивается но понимать мало надо же еще уметь опять же продавать это своих проектах и реализовывать вот думаю что об этом мы сегодня узнаем как раз таки от натальи от илоны они поделятся успешными кейсами взаимодействия в проектах я с вами не прощаюсь буду висеть онлайн и иногда может быть буду вмешиваться задавать вопросы девушкам нашим спикером а теперь я передаю слово наташу маркевич основателю курс цветового дизайна в марше наташа тебе слово спасибо артем спасибо что представил меня я только от себя хочу пару слов сказать о нашем курсе и вообще что мы проводим эту инициативу дайте онлайн лекции как раз в рамках нашего курса в нашей дружбы вместе с компанией оледа и по моему уже по традиции принимают участие наших беседах люди которые так или иначе связаны с нашим курсом и это всегда для меня особенный момент представлять участников что илона болельщиц доверилась нам в первый год запуска нашего курса и пошла к нам учиться и мне всегда кажется что это очень крутой момент когда люди у которых есть своя практика есть бюро есть опыт многолетний готовы снова учиться и то что она до сих пор продолжает быть с нами и говорит о светодизайне я думаю что учеба прошла не зря а наташа шальнева наш преподаватель с нами тоже с первого года рассказывает нам нашим студентам о том как выполнять собственно после всех красот когда мы все напроектируем все эти красивые идеи как их оформлять в рабочую документацию как как с ними быть чтобы по ним что-то построилось хочу также напомнить что несмотря на то что мы сейчас непонятной ситуации мы очень надеемся что скоро мы вернемся в норму и в этом году мы будем запускать 5 поток нашего курса мы рассчитываем что все пройдет как как надо и в октябре мы соберем новый новый курс а в связи с этим у нас будет очередное наше хочется сказать слово аттракционно мне кажется не подходит мы будем разыгрывать грант вместе с компанией оледо условия конкурса мы объявим в июне сейчас усиленно готовим придумываем чтобы такое заставить вас делать чтобы вам было интересно и вы захотели с нами участвовать и продолжить с нами жить в следующем учебном году на этом у меня все передаю слово нашим спикером илона наталья я буду рассказывать на самом деле такую как бы канву вот которая мне видна потому что я оказалась такой свой среди чужих чужие среди своих меня светодизайнером не называет никто и как архитектор я преподношу светодизайн но как составляющие проекты и я смотрю что происходит то есть так как мы с вами общаемся то есть я знаю что происходит на стороне профессионалов светодизайна и в принципе общаюсь архитектор и дизайнеры тоже понимаю что там ну как бы сплетни с той стороны поэтому вот какая-то объективная картина на российской территории она вот на российской и специфика у нас такая которая всем достаточно интересно сейчас так как все думают что офисные коммерческие территории будут несколько так в упадке все начинают спрашивать а что же там на частных проектах то есть как же может дизайнер зайти в частные проекты я всегда вспоминаю такую ко мне к нам как-то приходила устраиваться девочка в 2008 году и она из такой компании которая занимается известная компания занимается интерьерами ресторанов кафе гостиниц то есть вот она к нам приходит спрашиваю зачем же к нам то есть там же вот все там же вот проекты все стремятся в общественники она сказала что ну там в общем то просадка а здесь на частных всегда все есть всегда жирно это ну ладно приехали ну наверное ну каждого свое представление о том что вообще происходит на каждой своей территории здесь я написал такую маленькую фразу там партнеры коллеги конкуренты потому что в принципе вот все эти три паттерна они возможны то есть они то есть просто надо понять на какой ты какой ты структуре находишься и соответственно этой структуре действовать на самом деле вот пока этом ползу в этой профессиональной среде выяснилось и проводила с наташей мы вместе проводили такое выступление было коллег то есть коллеги производителей и я поняла что на самом деле что такое светодизайн то есть вот когда ты находишься внутри среды тебе кажется что вот все что ты делаешь это всем все понятно и все вообще все знают на самом деле процентов 5 населения в стране вообще пользуются там услугами архитектуры дизайна а теперь из этих пяти еще отнять и там получается там доли процента это те кто вообще понимает что такое светодизайн и когда я вот общалась в точке ну как бы в кругу где сидят плотно светодизайнеры на общественных на фасадном освещении говорили они на меня смотрели как на больную то есть как вы не ну вот в смысле кто не знает что такое светодизайн то есть то вообще вот кто эти люди кто не знает на самом деле не знает никто практически то есть не несмотря ни как общается не как правильно вопросы задавать не что делать то есть вот светодизайнер сидит со своей колокольни вот даже наверное светотехники то есть это больше такая более профессиональная как любое снобское профессиональное сообщество вот то есть на частную архитектуру это такой но объемки со стола то есть частниками никто не хочет заниматься я их понимаю вот прекрасно понимаю потому что ну такая самая зубкая территория но и архитектора которые занимаются частными интерьерами они тоже не хотят отдавать свои проекты еще дополнительному специалисту светодизайн в проекте существует но если мы там друг другом не можем договориться то заказчиком вообще он вообще не в курсе вообще с кем мы должны договариваться что то есть исторически он открывает там есть такое постановление 87 по моему в котором прописаны все документы которые все отделы проекта которые должны составлять цвета дизайна там нет который должен составлять архитектурное проектирование то есть это дизайна как такового там нет и поэтому чтобы нам его ввести требуется некая ну не знаю усилия что ли то есть но какая-то просветительская миссия а по большому счету мы даже иногда смотрим вообще надо не надо вообще этим заниматься то есть потому что есть заказчик который ну вот просто будет отказываться от светодизайна в принципе ну тут он не понимает и что и мы тогда смотрим окей хорошо хороший проект получается нехороший надо ему там вообще-то говорить или там вот сделать ему за дарма это все и просто получить некий объект который ну будет стоящим стоимость опять же то есть у него вот эти вот все пункты которые у меня написано там конструкция отопления вентиляция водоснабжения ландшафт эффектильное оформление вот все это по списку оно стоит денег то есть и все эти проекты они платные разработка мебели платная если это ну нормальные чертежи не не в качестве там дизайна то есть и и разработка текстильщики то есть будут выезжать платно и окончики будут делать платные проекты и у него там могут еще и сверху ему добавляются он правда не понимает то есть и причем это не поймать не частные заказчик не не коммерческие то есть у нас не было таких проектов огромных то есть я не представляю там такой интерес для оптового продавца света то есть у нас не было огромных ну как бы такая специфика случилось но даже те кто коммерции вот занимается своими коммерческими объектами они если им расскажешь то есть ну окей то есть не расскажешь даже могут с интересом слушать даже могут задавать вопросы но в конечном итоге вот иногда скатывается да то есть ему рассказываешь показываешь что долюстер скатывается ну благо слава богу опять же не совсем наша история мы так врубим и опять же вот это непонимание что такое светодизайнер ну и вообще какой-то комплексный подход то есть это дизайнер человек который видит анализирует и это независимо от того какое до этого у него было образование техническое либо архитектурное архитектором легче то есть потому что вот через мои руки там проходят разные проекты в качестве аудит это тоже вот этот проект я он находится там в стороне рублевского шоссе то есть опять же не про деньги даже то есть это проект освещения частного коттеджа который деревянный на минуточку то есть вот если кто понимает о чем я говорю то здесь по спецификации посмотрела вначале шапки вот этого проекта не было не шапки а в штанге этого проекта не было такой позиции там был главный инженер был руководитель был архитектора не было то есть это компания занимающаяся освещением но светодизайнера там не было и вот весь этот деревянный дом засвечен вот я посмотрела по спецификации то есть там называлось это все натурального белого цвета 3 900 4 200 кельвина то есть результат дома понятен то есть это такая заливка и и заказчик он это ест то есть он все у того что у него нету какой-то достоверной информации он вот это вот выставляет на участке и у него это естественно показывается как темно плохо и как светло красиво то есть что красиво какой анализ где там что происходило то есть ну и это уже естественно дом сдан построен и пришли ну наверное это все таки светотехники да то есть нету позиции там светот дизайнера нету аналитики какой-то тонкости восприятия мы когда-то тоже несколько раз проводили подобное выступление с наташи на разных площадках и в какой-то момент есть такое понимание ну там наверное такое было восприятие что я агрессивно отношусь к светодизайнерам как был какой-то такое я очень жестко как-то проводила то есть на самом деле смысл в чем то есть я не к светодизайнерам я к архитекторам плохо иногда отношусь к дизайнерам потому что для меня есть понимание что это такие знания аналитики ну ты проектируешь что-то и у тебя должно это ну как ты без света проектируешь ну куда ты ну вот а как ты его потом что ли лампочки расставляешь то есть ты ставишь это же скульптура архитектура это большая скульптура то есть ты не можешь ты учил там академический рисунок ты без теней в принципе не можешь проектировать это не дом это вот сейчас только большие фасады то есть которые смотрятся в далекой перспективе да там уже как бы сложно и свет расставить но проектировать без понимания объема это достаточно странная история то есть поэтому когда есть такое вот позиция нужен светодизайнер или не нужен я могу сказать что не нужен потому что если ты не можешь запроектировать без объема то грош тебе цена и по большому счету вот в марше я бы через него пропускала там всех ну занимается ну не всех ну вот из компании там одного человека то есть пропустить для того чтобы было хоть какая-то такая как сито понимание душ что что ты вообще делаешь то есть не в смысле сейчас как-то объяснить ну анализы но какой-то структурированности знаний потому что по большому счету в архитектуре отдельное такое вот направление нету есть кафедра строительной физики то есть естественно она что-то дает но не в таком не не так пропагандируя хотя вот анастасия приходит к то есть она же делает то есть и она вот достаточно по моему серьезно взял из-за пропаганду этого всего мархин ну вот посмотрим то есть я за и я такая мегера то есть не не но мне пройтись по костям кого угодно это за счастье но по большому счету достается наверное больше всего своим то есть те кто работает с нами у нас и вот этот вот профессионализм и технически и профессионализм как бы проектный то есть он какой то становится во главе как нас видят вот почему мы с очень большими трудностями сталкиваемся но не сталкиваемся они есть будут и наверное вот размазаны как тарелки эти трудности то есть там собрал там развалилась то есть вот у нас был офис на бережковской набережной и вот эту картину наверное наблюдают все и после этого когда ты говоришь там слово светодизайн у заказчика автоматически включается ну вот какая то такая он себе представляет вот это то есть вот на основе чего он должен представить издание нету какой-то информации не в интернет не в периодике но периодика там уже вообще как-то так себя чувствует нету и ну вот что видят о том поют то есть фотографировать не интерьера не архитектура со светом еще долго никто не будет тоже дорогое удовольствие любое любая ну как бы любая фотография вот ну вот такая это я наверное как-то любимая цитата то есть есть такой художник концептуальный тимофей радует екатеринбургский но наверное это просто к теме то есть ничего умного не хочу сказать просто все кто работает со светом все понимает что вот так вот уже не хочется а до этого еще дайте то есть дайте какими-то такими терниями и вот светодизайнер ну дальше что видит информационный поток это вот забиваете там как светодизайнер не надо ничего забивать забывать просто название вот и вываливается поток вот такого ну наверное не бессознательно вполне сознательного то есть вот то что предполагает собой вот это вот понимание то есть вот это то что через что мы проходим то есть когда ну и опять же еще есть представление то есть когда в семнадцатом году был первый запуск да я там отучилась и параллельно же существует еще огромное количество курсов тут пока в этот карантин был я приклеивала с ухом каким-то и это плач ярославный потому что я даже не знаю вообще то есть причем эти же обучалки проводят и ну продавцы их проводят сами по себе дизайнеры их проводят да наверное все уже кому угодно то есть первая картинка это от такого именитого светодизайнера который представляет свои работы ну на продажу да себя как светодизайнер я вот показав это это я не знаю ну как бы я не могу этого человека привлечь к проекту то есть тоже надо как-то оценивать конкурентность продукта то есть который представляет светодизайнер слева или справа слева нашепчу потом кто вот справа это реклама какой-то тоже обучалки платной обучалки которая вот должна научить курсы повышения квалификации которые должны научить там пониманию светодизайн то есть и там все такие то есть я вот сделала выборку это продукт который продается это дизайн а это продукт который продают знания ну черт его знает ну вот что с этим делать то есть я ну то есть смотря вот на на правую картинку я просто нарыла картинку это из наших каких-то проектов когда я еще слова светодизайн не знала то есть это лохматые годы когда в журналах публиковались То есть картинки со светом. Она корявенькая, она там не в топовом журнале, то есть, ну вот как бы, но по большому счету я не очень понимаю, зачем привлекать мне вот этого специалиста, если вот в принципе вот студия выпускает вот этот готовый продукт, то есть, ну вот без светодизайнера. То есть, это вот когда нужен светодизайнер, не нужен светодизайнер, ну вот как бы иногда не нужен. Вот смотря какой, вот такой не нужен. Как-то не очень. Опять же, вот эти лохматые года, то есть, это вот наши проекты, когда, то есть, почему говорю, что мы не переходили, вот я не переходила трансформацию, то есть, мы как работали, так и работали. То есть у нас как бы было некое составление неких проектов с какой-то там историей, только мы тогда не формировали это как легенду, ну, то есть она на интуитивном уровне, то есть, ну, как художники вот что-то делали, и автоматически формировалась некая легенда там проектов. То есть, ну, и, наверное, вот какие-то вот все проекты, они подразумевают, то есть мы, я не понимаю, то есть я действительно не умею проектировать без света, то есть, ну, он автоматически становится, то есть его нельзя там нарисовать палки и сказать, а там что-то. И вот светодизайнер для меня это уже какое-то подключение, вот так как я вот говорю, я не могу разграничить в своей структуре, потому что я фактически им и являюсь, я не являюсь светотехником, то есть либо светодизайнером с какой-то точечной, очень такой технической настройкой, с большими знаниями. Я не хочу рассчитывать освещенность, то есть я не хочу, я не хочу запоминать нормы, то есть особенно, ну, то есть я не хочу. Я хочу вот светодизайнера, который вот я здесь перечислила, да, вот если бы меня спросили, то есть что мне нужно от светодизайнера, вот я перечисляю. То есть мне нужно, что он мне подарит свободное время, потому что вот на самом деле, когда мы формируем ТЗ на любой, вот на любой инженерный проект, на любой конструктивный, ну, вот на любую вообще запчасть от проекта, то фактически это ТЗ является уже половинами ответов на вопрос, ну, то есть вот пока я сформирую это ТЗ, то я уже, в принципе, сделала пол проекта, то есть вот, ну, Наташа знает, она видела, то есть вот, и тут уже нужен какой-то более профессиональный светодизайнер, да, давайте слово светодизайнер, да, дизайнер все-таки буду говорить, не светотехник, потому что там уже, то есть нужно, чтобы дальше подхватила какая-то на том же уровне профессиональных знаний, то есть единственное, что, наверное, если бы я не училась в Марше, там, и не, как бы, ну, вот в тот момент не, ну, не отследила, как блоги по построению, наверное, более хаотично он бы был, то есть, и, то есть, если, я не знаю, как в частные проекты или в маленькие коммерческие проекты привлечь постороннего, вот на каком этапе должен прийти светодизайнер, потому что это деньги, то есть, по большому счету, мы ему должны сразу начинать платить, из чего, то есть, из каких вот денег мы должны из проекта вытаскивать консультации, да, каждый, то есть, мы тут тоже в разуме, да, мы понимаем, ну, один раз спросим, второй раз спросим, а дальше, что мы будем делать? То есть, светодизайнер, ну, так как мы занимаемся поставками и прямыми комплектации, то есть, информация у нас в офисе, она проходит вот просто постоянно, нон-соб, то есть, и если вот светодизайнер, он нужен для того, чтобы, вот, если со стороны, он нужен для того, чтобы постоянно подпитывать информацию, здесь вот тоже трудность, то есть, какая-то, мы один проект делали, то есть, ну, один, сколько-то там в конторе идет проектов, А вот это постоянная подпитка информации, то есть фабрики обновляются, обновляются технические параметры оборудования, то есть они что-то заменяются, и мы лопатим это в рамках одного проекта, а хотелось бы это более объемное. То есть вот этот уровень много-много информации, а ее нужно много-много, то есть ее постоянно нужен хваток. Не испортят отношения с заказчиком. Так, Артем включился, надо скругляться. Ну смотри, где-то минут 20 прошло, в принципе, как мы и говорили, я думаю, там минут 5 еще можно поболтать, но надо же потихоньку Наташу выпускать. Ну в общем, на самом деле логика-то она вот примерно такова, то есть если приходить в какие-то проекты, то светодизайнер должен вот отвечать параметрам, то есть и вот если вот, ну не параметрам, да, я же там не 60-90, чего там дальше, не знаю, наоборот. Вот, но он должен освободить время, и вот на самом деле вот если бы мы приглашали и стороннего, он должен обеспечить нам, то есть мы бы хотели от него защиту и не бояться, и нам бы было не стыдно с собой вместе кого-то притащить. То есть он бы не подставил и говорил бы не глупости, то есть по большому счету. Вот когда вначале говорила, это есть, вот наверное, здесь я и закончу, хотя нет, вот есть, давайте я не закончу, я вот это вот пропущу, потом подниму про конкуренты, сотрудники, это все скукотища. Я покажу один маленький проект, он у нас был, вот прямо на нем, я закончу, он у нас был в конце прошлого года, это наши знакомые, то есть хорошие знакомые, из которых, ну называется, там есть такая категория, из которых денег не берут, а сделать что-то надо, а у них денег нет на реализацию, а кафе открыть очень хочется. Что делать, что делать, что делать. И мы придумали, если бы, опять же, вот незнание света, то есть мы бы это очень быстро не придумали. Проект был, вот так выглядел. То есть мы ничего, мы нарисовали на бумажке что-то и просто расставили светильники, придумали акценты, там огромные окна, выходящие на первую линию к школе, чтобы дети и свет был. Мы подобрали материалы, материалов было всего два, там бетон зачистили и какого-то криворукого узбека поставили, поводить гребенкой по стене, чтобы потом направить косой свет. И придумали, как расставить вот эти светильники, кораблики придумали, сделали лекала. И, в общем-то, получилась какая-то очень простецкая такая история, как раз для детского кафе, она выстроена только на свете. У нее нет никакой, там, ну, мы отвели внимание от грусти вот этих вот прилавков сварных и вот что-то там было. Все, то есть это единственная витрина, которая вот была. Наверное, вот как бы, если вот говорить со светом, то есть потому что, ну, вот они в проектах, у нас свет, он везде, мы его включаем в самом начале. То есть мы закладываем свет в самом начале и дальше уже, когда мы понимаем, что светодизайн там уже нужен, мы начинаем эти деньги вынимать. Ну, как вынимать, мы же не можем попросить просчет или сделать просчет без денег. То есть мы уже закидываем удочку, делаем некое предложение и точно знаем уже, что там должно быть за оборудование. Но вот просчитать и дать коммерческое, ну, вот с полным погружением, то есть, ну, наверное, уже мы подводим заказчика уже где-то к середине. То есть, ну, опять же, что мы делаем, это вот в компании, то есть мы когда уже проектируем, закладываем свет, просчитываем, это вот как раз в марше был реальный проект, и я его подвела под курсовой какой-то, то есть тогда уже реальные были, посадные. Еще... Слушайте, наверное, я закончу, дальше уже начинается такое, если надо, я включу что-нибудь. Наташ, давай. Нормально я закончила? Я думаю, что вполне. Отлично. Я думаю, что вполне, что это не конец же, еще будет дискуссия после, поэтому я думаю, что можно будет добавить, если ты что-то забыла. Все, я выключаю, да? Видимо, да. Все. Всех приветствую, Илон, спас неводную. Я у тебя увидела там фразу, что архитектор всегда главный на объекте, это априори, я не знаю, кто это может оспаривать, наверное, только если архитектор является и светодизайнером, как в твоем случае. Но что я хотела рассказать, у нас очень сейчас спутаны понятия светодизайнера и светотехника. Светодизайнер, на мой взгляд, он отвечает на вопрос, зачем мы используем свет, а светотехник как? То есть это светотехник, он как минимум всегда технический специалист. Он обладает рядом технических знаний, это светотехник, это долгие изучения норм, расчетов, специфики технических характеристик светильников и так далее. И в зависимости уже от своего опыта он может давать рекомендации по замене оборудования. Либо если, опять же, как и архитекторы с дизайнерами бывают разного уровня, так и светотехники и светодизайнеры бывают разного уровня. Поэтому я и говорю, что в зависимости от опыта он может давать рекомендации. Либо если это проектировщик в каком-нибудь далеком институте нашей необъятной прекрасной страны, то он просто сидит и делает замену, не задумываясь. И нельзя его в этом, в общем, обвинять. Задача инженера светотехника – это расставить приборы, выбранные архитектором дизайна. То есть как это выглядит в реалиях. Он посоветует источники света, сделает расчеты все, исходя из норм. Он даст рекомендации, подготовка рабочей документации, чертежи входят в его обязанности. И, как правило, он привязан к производителю, но это тоже так в зависимости. Опять же, если он сидит в светотехнической компании, он может быть привязан к производителю, но может и быть не привязан. Что же такое светодизайн? Сейчас все больше и больше это становится популярно. И, на мой взгляд, это профессия на стыке архитектуры, дизайна и инженерии. Но сюда в том числе входит и психология, и физиология. То есть это нельзя сказать, что только одна светотехника. Тут гораздо более широкий спектр знаний должен быть. То есть светодизайнер – это специалист, на мой взгляд, который умеет работать с пространством, с объемом, с поверхностью, с цветом и даже с настроением человека с помощью света. То есть, зная несколько основных законов из той же светотехники, вы можете уже создавать проекты совместно с архитекторами. Потому что без архитектора, на самом деле, светодизайнер, он может что-то сделать, но либо у него уже есть контакты напрямую с заказчиком, либо его кто-то завел, и он становится главным. Но это такое редкое исключение, потому что изначально его идеи должен одобрить архитектор, который является главным, все-таки, на мой взгляд. Задача света-дизайнера. То есть он разрабатывает концепцию освещения. Илона сказала, что они в своих проектах изначально ее учитывают, потому что они изначально работают со светом. Илон, я видела, как вы работаете, да, и я полностью с этим согласна. Но, поверь мне, далеко не все архитекторы и дизайнеры работают настолько, с такой глубиной над каждым проектом. Есть коротенькие, быстрые, так называемые, заказы. Да, там это кафе тоже было быстрым заказом, но ты понимаешь прекрасно, что я имею в виду. И степень проработки проекта, когда ты делаешь все, то есть у тебя же не один свет, ты делаешь и стены, ты делаешь и мебель, и канализация, и вентиляция, то есть ты своишь все воедино. Иногда просто архитекторы, дизайнеры этот свет понатыкают, точки, и все как бы, и не задумываются дальше, что. Так вот, светодизайнер как раз-таки помогает разработать концепцию освещения, чтобы помещение, либо объект, он задышал, преобразился. При этом он понимает, как и с помощью чего достигнуть определенный эффект от освещения, сколько и какого света нужно. Когда ты говоришь, что на частных заказах очень редко, когда может понадобиться светодизайнер, я соглашусь лишь частично, потому что взять ту же архитектурку, ты показывала дом, который деревянный, да, на этом этапе, на этапе концепции, я соглашусь, светодизайнер не нужен. Но когда приходит вопрос, какое оборудование подобрать, вот тут он будет нужен. Потому что когда ты видишь реализованные проекты со световыми ожогами на поверхностях... Я могу прервать на 5 секунд? То есть вот... Я опять же вот говорю о том, что нет светодизайнера, то есть смотря как делить эту функцию. То есть можно отделить в отдельного человека, а можно эту функцию внедрить уже в студию. То есть я за то, чтобы ее внедрить в функцию в студию, и человек может выполнять хотя бы часть этой роли, то есть уже, ну, как бы в студии заведомо. Илон, просто у тебя студия полного цикла, поэтому тебе всегда, естественно, проще внедрить. И тогда у тебя прям все как бы в одной коробочке получается, а некоторые часть работы отдают, ну, там, на те же аутсорсы, к примеру. То есть здесь же еще зависит от схемы. Ну, ты договори, а потом, да, еще по... При этом светодизайнер разбегает подводных камней в расположение оборудования, то есть в концепции архитектор просто рисует светильник, там, как он его видит, где он должен быть, а именно вот эти все расстояния правильные, чтобы свет не уходил в пустоту, это уже продумывает светодизайнер. И, естественно, он там делает расчеты освещенности, разрабатывает сценарий управления освещением. Сейчас особенно это касается, на мой взгляд, частных интерьеров. Люди не каждый год будут делать ремонт в пространстве. И если мы берем какие-то выставочные дела, там, понятно, тоже экспозиция меняется от раза к разу, и там нужна смена управлением, то с частными интерьерами, именно с помощью света, задав изначально сценарии, человек сэкономит. То есть он заплатит за свет, но при этом ему не надо будет каждый год задумываться о смене мебели, о смене ремонта. Нет, конечно, кто может, это делает, безусловно, но по мне с помощью света гораздо интереснее это создавать. Готовит рабочую документацию чертежи и понимает, как реализовать замысел архитектора-дизайнера. То есть он делает, как ты и говорила, хороший светодизайнер, работая в союзе с архитектором, он делает проект, ориентированный на конечного заказчика. То есть на выходе проект получается еще более сильным, когда все работают на одно дело. Учитывается пожелание заказчика и бюджет. Естественно, архитектор передает эти светодизайнеры, отдельно поедет на объект общаться с заказчиком, но при этом меня слышно. Потому что тут... Слышно? Болькаешь чего-то. Ну, не знаю, тут бюджет. И он не привязан к производителям. То есть он что еще делает светодизайнер? Особенно это касается цветного освещения. С ним надо... Я согласна, что с ним надо работать очень аккуратно. Очень много у нас и по городу, и по стране примеров, когда просто сделали цвет. Светодизайнер всегда думает о том, что он создает освещение в комплексе. Что значит в комплексе? Он не вырывает из контекста одно здание или одну комнату. То есть он создает, если это не оговаривается отдельно с комнатами, он создает гармоничное освещение, выбирает главные видовые точки, что в наружном освещении, что для внутреннего. Понятно, соблюдаются нормы. Гармония пространства. Вот об этом я хотела сказать отдельно. Это геометрические размеры, соотношение яркостей и цветность. При выборе неправильного источника можно, как цветовой температуры, так и угла, можно полностью сломать всю идею архитектора. Естественно, ни одному архитектору это не понравится. Другой вопрос. Когда вы сидите вместе с архитектором и решаете, да, с помощью света мы полностью ломаем геометрию, и это делается намеренно. Но это специальная идея. Очень аккуратно работать с насыщенными цветами. Потому что здесь зависит от того, где он это делает. Одно дело – это развлекательные заведения, но там долго люди не находятся. Если это домашние какие-то пространства, то насыщенный цвет очень быстро начинает раздражать. Создает плавные переходы из темных пространств. Никто не отменял такое понятие, как свето-темновая адаптация, и человеческому глазу надо просто успевать реагировать на резкую… Если идет резкая смена, ему надо успевать реагировать. Вот чтобы не было дискомфорта, он делает плавные переходы. Применяет цвет. Под цветом я здесь понимаю и цветное освещение, и различные цветовые температуры. В зависимости от самой архитектуры, то есть в зависимости от цветов интерьера или экстерьера. Уместность применения динамичного освещения. Да, здорово провести в проект систему управления освещением, но она не всегда нужна. И бывает так, что ваш заказчик поиграется с этим месяц, а потом это не работает. Вот это тоже надо учитывать, чтобы не перенасыщать систему освещения. И, естественно, разделять виды праздничного и будничного освещения, потому что мы не можем жить каждый день в празднике. И как работает совместная работа, то есть как происходит совместная работа светодизайнера и архитектора. Это могут быть как отдельные виды в виде консультации или разработки концепции, или просто за соотехническими расчетами обратились, так и может быть полный цикл с подготовкой коммерческого предложения, рабочей документации, выдачей ТЗ для монтажников тех же, и поставкой авторский надзор. То есть тут все зависит, на каком этапе светодизайнер подключается. В моем восприятии как может выглядеть идеальное техническое задание от архитектора и дизайнера. Причем в салоне у нас была целая дискуссия на эту тему. То есть мы, конечно, хотим видеть полностью и общую идею, и пожелания заказчика и бюджет, как светодизайнеры, и функциональность пространства, то есть что там будет делаться, и рендеры экстерьеров или интерьеров, и цветовые решения. Какие материалы используются? Потому что одни материалы поглощают по-разному, другие отражают. Это мы хотим сразу же все учесть. Мощности какие дают? Будет ли управление освещением? Чертежи в автокаде? Высоты? И соответствие, каким нормам? И будет ли согласование? И вот это вот идеальное ТЗ от заказчика. Это, конечно, все здорово, но... Да, я тебе сказала, что как только ты это подготовишь, ты уже проекты сделала. Да, да. Но реальность такова, что минимум, с чего можно начинать уже разрабатывать концепцию освещения, это общая идея пространства либо интерьера, либо экстерьера. То есть у вас есть идея, если есть пожелания заказчика и бюджета, это хорошо, выделенная мощность, но это уже в дальнейшем подбирается, и тем более с учетом, что сейчас мы используем светодиодное оборудование практически везде, это, в общем, не критичный момент на начальном этапе. И чертежи в автокаде, которые появляются тоже в процессе, для концепции, для разработки, они не так важны. Еще я хотела показать несколько примеров, когда светодизайнер, на мой взгляд, необходим на проекте. Казалось бы, интерьер, что тут сложного? Коробка, все замечательно, натыкали точечные светильники, там стройка, накладные, неважно, не в этом дело. Иногда архитектору надо напомнить, что черные темные пространства очень сильно поглощают свет. И чтобы заказчик потом не рассказывал, что ему очень темно, либо наоборот очень ярко, вот на таких моментах сделать быстрый расчет, просто себя обезопасить, чтобы на выходе заказчик остался доволен. Здесь также светодизайнер необходим. Вот это пример, это пространство создал дизайнер для взрослого человека, но человек-игрок, с большой буквы прям, он очень любит играть. И ему создали игровую, где очень много цветного освещения. То есть в момент, когда он начинает играть, комната вся начинает переливаться всеми цветами радуги. Но здесь светодизайнер важен на этапе, чтобы вот эти линии, которые светятся, чтобы они банально не били ему по глазам, чтобы они не были слишком яркими. И о том, вот какой мощности, чтобы в целом пространство было гармонично, вот это тоже может подобрать светодизайнер. Еще один пример, это пример моей практики, фитнес-клуб. дизайнер на проекте, который является главным, он создает полностью все пространство. И вот он увидел освещение в таком виде. Заказчику это не нравилось, и он стал искать именно светодизайнера, который будет обладать не только техническими знаниями, но и придумывать ему некую фишку, потому что пространство уже общественное, и должны были соблюдаться некие нормы. По итогам пространство стало выглядеть вот таким вот образом. То есть работая вместе с дизайнером, вместе с заказчиком, находилось общее решение, и находились моменты, которые будут интересны в дальнейшем для посетителей. И еще один пример, где я столкнулась с тем, также что светодизайнер необходим. Есть, к примеру, какое-то пространство, в данном случае это церковь. И есть концепция освещения. Да, все супер, все здорово, но когда мы дошли до того, что необходимо было представить мощности светильников, то есть банально рассчитать бюджет, мы столкнулись с тем, что мы не знаем, какую мощность. То есть эффект нарисовал дизайнер, все здорово, все супер, а дальше что? И далее создавалась модель в диалюксе, где делались расчеты, и уже подбирались мощности, чтобы достигнуть определенные нормы для таких пространств. И варианты, когда светодизайнер не нужен. То есть вы понимаете, как и на чем реализовывать вашу концепцию. То есть в вашей голове очень много знаний находится. Понимаете, какие источники использовать. Знаете специфику производителей и их фишки. У очень многих производителей, в частности у OLED, есть специальные светильники для определенных задач, которые у других производителей нет. Можете держать в голове много дополнительной информации. Умейте делать расчеты, читайте и чертить чертежи. Казалось бы, простейшая вещь для многих архитекторов это априори. Но в своей работе я сталкиваюсь с тем, что не все дизайнеры, не все архитекторы могут это делать. Это странно, но опять же есть те люди, которые учатся долго и с практикой постоянно улучшают свои знания. Это причем в обоих областях, что архитекторы, что светодизайнеры. И есть начинающие. И мы все набираем опыт. Если вы уверены в своих силах и опыте, или же вы просто супер-пупер, тогда вам светодизайнер не нужен. Моя часть подошла к завершению. Спасибо за внимание. И теперь мы, я так понимаю, готовы отвечать на вопросы. Первый вопрос был к Илоне. Костя и Наталья тоже, думаю, может ответить вполне. По поводу компетентных источников написано по светодизайну. Я полагаю, наверное, где смотреть красивые проекты, чтобы, так сказать, не вводя в угол светодизайна, чтобы не выжигала глаза и кровь не шла из глаз. Куда смотреть? Ну, в смысле, можно отвечать? Я думаю, да. Думаю, да. Ну, на самом деле, это проблема. То есть, потому что, ну, вот так вот, чтобы отсмотреть, где-то комплексно взять, то есть, это роешься. Мне очень нравится смотреть конкурсы международные, но это же все равно конкурсы. Это все равно какая-то более такая экстремальная подача, то есть, света. То есть, это все-таки, ну, такое, очень классно смотреть театральные постановки, и как бы, но это все равно эксперименты. То есть, посмотреть хороший свет, на самом деле, публикуют, но это вот, часто люди, когда смотрят, они не видят, что это свет. Они видят некий интерьер, некую архитектуру, но работы света, как такового, ну, то есть, они не видят. То есть, нету такого, нету специализированного издания, там, либо какого-то портала, который там будет говорить, может, я ошибаюсь, может, я не нашла там какой-то такой общей информации. То есть, она вся отрывочная, если знаешь, я ищу свет, то есть, ну, я хочу посмотреть, как хорошо выглядит. Но ты должен найти и еще отанализировать это вот. Такого вот нет. То есть, в вашем счете. Окей. Наташ, ты можешь, я могу не втыкаться, ты можешь сразу там как-то, если у тебя есть что сказать, позже что-нибудь говорить. Да, я согласна с Илоной тем, что пользуюсь, я также пользуюсь конкурсами, я стараюсь при посещении места, в России у нас их в меньшей степени, все-таки почему-то больше, но, видимо, связано с тем, именно с опытом. При посещении места обращаю внимание на интересные идеи, которые решаются с помощью света. Знаете, когда профессиональная болезнь, когда ты заходишь в пространство, ты, если вот с этим работаешь, ты на это обращаешь внимание. И, естественно, я сразу обращаю внимание, как это сделано, потому что мне интересно, если что-то цепляет, а как это? Если комфортно, то комфортно за счет чего? Я прекрасно знаю, что комфортно за счет света. А вот создать комфортное ощущение, это надо понимать уже как и где. и чем. Комфортное не увидишь, по фотографиям его не увидишь, не услышишь. То есть, на самом деле, очень помогают шоурумы, ну, но тоже надо понимать, куда идти, то есть, и что смотреть. То есть, ну, к тебе же там не подлетает, там, миллион менеджеров, начинает показывать. Ну, вот как вот обычному человеку, то есть, прийти, он должен знать половину правильных вопросов, чтобы их задать. То есть, чтобы он знал, нету, ну, только вот, да, внедрением каких-то там микрочипов в сознание. Окей. Хорошо, смотрите, ну, вот я буду чередовать немножко вопросы чата с моими вот личными, потому что я вот слушал-слушал и до конца не понял. Вот смотрите, вот как вы продаете-то в итоге заказчику, что светодизайн надо протаскивать. Вот Илона сказала, что с самого начала свет уже закладываем в проект, чтобы он там уже как бы был априори. Во-первых, как ты это поняла, как ты к этому пришла и почему именно так? И как вот ты все-таки заказчику это потом преподносишь? Слушайте, ну, мы свет закладываем просто, ну, мы никогда не задавались вопросом вообще закладывать его или не закладывать, то есть мы просто создаем ту картинку, которая закладывает, да, а дальше начинается, то есть мы это тоже понимаем, что одно дело, ну, выбрал, заложил, а другое дело там про это технический просчет, подбор, то есть а такой ли луч, а такую ли линзу поставим, ну, то есть, ну, вся вот техническая технология, то есть которая, она стоит уже денег, и мы вот когда заказчику показываем в самом начале, то есть все, у архитекторов-дизайнеров это называется два, то есть мы разбиваем, то есть смотрим, как в процессе проекта можно это подать, либо это в рамках комплектации, и мы уже говорим, хорошо, мы вам подберем правильные светильники, не потому что мы там, в дизайне подбираются, ну, общий вид светильников, то есть мы ставим там такие-то, такие-то, а когда подбирается уже, вот в нашем случае, мы выбрали такие два пути, то есть комплектацию, мы говорим, хорошо, мы можем подбирать, заключаем договор комплектации и начинаем подбирать уже правильно, то есть рассылаем ТЗ, рассылаем какие-то, и в этот момент мы уже можем либо сами эту функцию включить, либо вот тогда уже можем позвать специалистов, которые уже действительно за деньги будут эту работу делать, просчитывать, показывать, менять, перевозить, то есть выставляет, ну, вот какая-то такая. И второй вопрос, да, мы ему говорим, вот есть такая работа светодизайнер, то есть, и вот мы это можем, то есть, а это мы отдаем на аутсорс, либо привлекаем сюда. Вот, ну, вот как бы два пути, которые мы имеем. Окей, понятно, Илона, спасибо. Наташа, ты, понятное дело, что светодизайнер, в общем-то, да, тебе не нужно, наверное, светодизайн, хотя тебе тоже на всем продавать светодизайнер, как ты это делаешь? Ей это в первую очередь нужно. Не, ну, ей нужно архитектор, мне кажется, больше продавать даже, а не заказчикам, или как, Наташа, у тебя обычно бывает, может, расскажешь? Если архитектор сможет рассказать, у меня очень интересная история, то есть, я сама себя не рекламирую, ко мне приходят по рекомендациям, то есть, меня именно рекомендуют на объекты. Окей, понятно, да, все просто. Самый пиар даже не нужен, у тебя сарафан. Ладно, смотрите, тут я читаю сверху вниз, дальше по чату, есть такой вопрос, какие российские производители достойны с точки зрения качества света? А у нас нет вариантов ответов? Не знаю, я думаю, что это традиционный, на прошлой лекции тоже он звучал, на самом деле, на прошлом нашем мероприятии. Не знаю, кому интереснее, наверное, мне кажется, Наташа больше сходу, поскольку погружение в световую штуку, в световую среду, в световой бизнес у нее больше. Наташа, скажешь что-нибудь? Два-три российских получаем? Да, я, конечно, могу сказать, мне очень нравится ваш путь развития, как вы реагируете на запросы с рынка, какие у вас светильники стали появляться, то есть, это именно решение для интерьерных пространств, и я наблюдаю, и за этим их использую в своих проектах. Более того, очень широкая подборка различных технических параметров, что для меня, в общем, является важным. Это понятно. Это понятно, да. По наружному освещению для меня интересна компания Интелет, у них свое производство, они отслеживают качество, то есть, по уровню их можно сопоставить по многим позициям с Игузини, которые тоже одни из таких мастодонтов в свете. Вот это для меня две основные российские компании, которые я использую в своих проектах. Ну, опять же, если на большие промышленные световые технологии, на такой исторический уже просто объект, то есть, да, но по большому счету, если вот так вот на вскидку, то, наверное, все, потому что вы себе выставили правильную какую-то стратегию, то есть, а вас слышно, знаем, то есть, мы вас покупали сейчас светильники, ну, вот, остальные это вот либо копаешься, либо уже там идешь по пути, злобному пути тендера, то есть, ну, по-разному. Класс, отлично, хорошо. Так, следующий вопрос у нас. Мне вот нравится вопрос, можно я? Ваши светильники это чьи? Это компания Оледо проводят, там внизу есть. Да, наверное, еще не дошли. Я читаю сверху вниз, значит, для светодизайнера необходимо образование в большей степени инженерное или может быть любой квалифицированный архитектор, спрашивает нас Катерина Рыжкова. Наверное, Илон начнет лучше, я думаю. тут вопрос вообще, он шиворот на выворот. Светодизайнер это как раз архитектор и лучшее его воплощение, то есть светотехник это уже инженер, то есть а светодизайнер это человек, ну вот я знаю, наверное, что лучшие представители то есть светодизайнеров это вот как раз архитекторы, которые переквалифицировались либо, ну вот, какую-то параллельную деятельность ведут, потому что светотехник, инженер, ему же ну с детства там рисунок не рисовал, историю архитектуры не учил, ну вот это большой такой план знаний, который ну вот просто на курсах не выучишь и ну такое оно погружение не в смысле ты умный-умный, просто тебя долго-долго закладывают и уже все это остается на подкорке. Да, вот как изначально инженер-светотехник по образованию, я могу сказать, что частично я могу согласиться с Илоной, в начале мне было довольно сложно, да, конечно, я сейчас называю себя светодизайнером, но для того, чтобы себя назвать светодизайнером, это не просто я стала, поменяла название с инженера-светотехника на светодизайнера, мне приходится изучать очень много смежных предметов, в том числе там есть архитектура, у меня нет столь глубоких знаний, естественно, как у архитекторов, которые проходят более долгий путь, но, как я уже говорила, для меня светодизайн это профессия на стыке архитектуры, здоровья, инженерии, то есть тут и психологии, тут очень много смежных параметров, здесь не только техника и архитектура, здесь еще много других параметров, поэтому, если хотите развиваться, то вы развиваетесь и в этих дополнительных областях, а дальше практика, практика, обмен опытом, как всегда, 10 тысяч часов нужно, чтобы получить экспертный где-то, вопрос, наверное, следующий, думаю, что к нотарию, в первую очередь, потому что он звучит так, добрый вечер, добрый вечер, коллеги, дизайнеры, проводите ли вы мероприятия для партнеров, скобочкой, архитектора, дизайнера, если да, то бесплатные или платные, и какие инструменты для привлечения вы используете, спрашивает Стас Раковский. Повторите, пожалуйста. Проводишь ли ты, Наташа, какие-то обучающие мероприятия для архитекторов и дизайнеров, чтобы их привлекать, так сказать, к себе и к своему профессионализму? Отдельно от себя я очень редко что-то провожу. Обычно я провожу с компаниями производителями совместно, либо приглашают от каких-то площадок. Отлично, все. Илон, не задаю вопрос, потому что Илон сама на самом деле архитект, если кто не понял еще, который еще учился дизайна, поэтому не такой ход на них. Мы проводим на разных площадках, то есть меня просят, да, то есть меня просят где-то проводить, ну, такие, естественно, мы все хотим чему-нибудь учить и получать за это деньги, но мне кажется, столько надо, ну, у меня есть, конечно, большое самомнение, но мое самомнение на фоне самомнения многих окружающих, оно такое. То есть я на самом деле готовлю такое, не то чтобы обучалку для своих, то есть вот кто у нас приходит работать, но у нас же есть какой-то обмен людей в коллективе, то есть и возможно, если это какая-то обучалка стоящая получится, ну, чтобы меня 10 раз объяснять одно и то же. Вот, то да, то есть я бы хотела там делать какие-то обзоры, вот действительно, то, что я говорю, то, что я вижу, да, я вот смотрю что-то и что я вижу и как это физически можно воплотить какими приборами, то есть, например, ну, на примере даже каких-то буржуйских проектов. Ну, вот, ну, наверное, так. То есть очень бы хотелось, чтобы не много раз объяснять, да, то есть какой-то комплексный, ну, вот там. Отлично, хорошо, спасибо, Илона. Следующий вопрос, он звучит так, наверное, не знаю, насколько по адресу, но я думаю, что без рекламы себя коллег не обойдется. Можете ли посоветовать бюро, кто хорошо работает со светом или подрядчиком, кого можно вдохновиться? Полагаю, наверное, как раз-таки речь идет о светодизайнерских бюро, коих у нас в России не очень много, но, Наташа, скажешь, что ты думаешь по этому поводу? Я вдохновляюсь несколькими примерами, конечно. Из российских компаний я могу назвать Ксению Ланикину, с ее ярко-ярко, по наружному освещению, по созданию каких-то экстерьеров, я вдохновляюсь во многом у культуры света, ну и, конечно, свою компанию. Тоже у себя вдохновляюсь и учусь. Ну, я подключусь, то есть, на самом деле, мне тоже Ксению очень нравится, то есть Ланикина, но она близка очень, наверное, ко мне с такой педантичностью, там, раскрутить все до болта и посмотреть, что внутри. Ну, вот как бы она вот очень хорошо приборами владеет, то есть, и да, мне все нравится, что происходит. Я не знаю кухню, потому что там уже какие-то уже внутренние истории. И мне, конечно, нравится Ульциматум, который делает фасадное, но и как раз вот Ульциматум они прислали, Павел прислал мне буквально несколько дней назад, ну, наверное, всем присылал, документалку они сняли очень хорошую, красивую. Они светили, слушайте, я не помню, мне так стыдно, я не помню, Сибирский город какой-то светили, и они сняли очень вкусную документалку, вот если ты в профессии находишься, как бы, и там и про соединение профессий, и очень хороший облёт, очень красиво показаны объекты, то есть, они там, ну, как-то, я не знаю, могу прислать потом, ну, переслать, я не думаю, что это, как это мне лично было рассылка, если не видели, то вот, но вот Павлюк мне нравится, и как он бизнес делает, то есть, вот он красиво преподносит это всё, и, конечно же, очень объектно нравится. Отлично. Хорошо, спасибо, дамы. От меня вопрос, такой насущный, вот, текущие реалии, мы все сидим, кто где, кто на даче, кто дома, кто ещё где-то, как вообще в текущих реалиях делать проекты, делаете ли вы их, и как вообще это происходит? В смысле, в момент вот этой запертости, вот этих вот задних? Да, да. Вот эта удалённая вся история, как бы вообще, по вашему мнению, реально ли сделать как бы вообще удалён в каком-то виде? Ну, вообще, да, вообще, на самом деле, мне кажется, не особо, все сидят, пережидают, когда это живут на старых проектах, потому что, а как вы свет расскажете? То есть, ну, там, архитектура, свет, то есть, и, ну, никак вы не расскажете, то есть, смотря, не насматривая, мы все живём сейчас какими-то впечатлениями, которые у нас были, прошлыми, то есть, их же надо восстанавливать, это же не бесконечный ресурс, то есть, да, естественно, это просто, ну, какое-то временное такое затишье, если у кого-то есть проект, это просто текущее, либо, ну, уже с предсказуемым результатом каким-то. Наташ, как у тебя? Меня изначально большая часть работы построена удаленно, да, конечно, часть проектов стала, большая часть, потому что, естественно, я подвязана под стройку, а в связи со всей этой историей стройки были остановлены, но потихоньку начинают, они размораживаться, и работа продолжается. Но, естественно, когда ты едешь на встречу с заказчиком, вот сейчас, когда мы должны сидеть дома, ты не можешь донести свои мысли удаленно, это можно сделать большую часть, но не все. Далеко не все. Иногда важнейшие моменты, которые решаются на встрече, они решаются именно в режиме реального времени. Понятно. Хорошо. Я согласен. Думаю, что удаленно делать качественно сейчас что-либо вообще сложно. Вопрос такой, от Таиры, у нас девушка Таира есть в чате, вот это не вопрос. Какое самое интересное, средизайнерское, экономичное и экологичное решение, с которым вы встречались? Не с опыта, а может быть, даже просто из мирового. Что-нибудь, если приходит в голову, и на пальцах это реально объяснить. Давайте попробуем. Если получится, конечно. Может, Наташа что-нибудь зудит там, видела где-нибудь недавно что-нибудь такое? В свое время я была на фабрике Гуцини, и меня очень заинтересовала их система управления, которую они соединили вместе с жалюзи. В зависимости, это для стран, для городов, где очень много солнечных дней, но, как правило, свыше 250-300. И если очень много солнца, оно попадает в окна, оно мешает, и решение жалюзи помогает экономить свет. Вот такие решения меня всегда очень привлекают. И зимой, когда я была на сессии, нам также очень много рассказывали про естественное освещение и как его можно регулировать, с помощью чего. То есть не просто там выключить светильники, а еще добавить жалюзи. Вот такие решения меня всегда очень сильно привлекают. Отлично. Отлично. У нас вопрос такой, еще есть от Тимофея. Предлагаю, в формате, ну, из серии Донецк фактически сделать. В фестивале света это хорошо или плохо? Отлично, но дорого. То есть любая движуха, вот знаете, вот когда ты вживую видишь даже плохие решения, оно же, ну, надо с чем-то сравнивать. То есть, конечно, ну, все, все, что движется, хорошо, но только, но только дорого. Наташа, тебе как? Я, конечно, за эти фестивали, потому что в том числе нарастает, увеличивается насмотренность и повышается качество. То есть любой фестиваль это конкуренция, это повышение качества. Как правило. У нас сегодня активен Стас, рифма получилась. Илона, закладывай светодизайн с самого начала проекта. Я читала вопрос. Да, 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 что скажешь? Мы закладываем, но это наш, как-то, ну, наш плюс к проекту. То есть мы просто заведомо знаем сценарий развития событий, то есть что дальше будет. Да, мы закладываем его в стоимость обычного проектирования. То есть, ну, это концепт. То есть дальше начинается уже техническая проработка, и да, мы ее выносим. Либо, опять же, в отдельный проект все это дизайны, либо в проект комплектации. То есть, ну, как получается, как раздовольный. Отлично. Хорошо. Так, вопрос был в пилоне персонали, поэтому мы пойдем дальше. Уже подбираемся, в принципе, к концу. от Михаила вопрос по поводу светящихся поверхностей. Стены, потолки, если светится равномерно, я так понимаю, об этом вопрос. Как вы к ним относитесь, девушки, в интерьере? Светящиеся поверхности? Да, вот такой вопрос. Какая задача решается? Ну, то есть, это что-то концепт. Если она органично вписана, то почему нет? У Эппла же прекрасное, вот когда, ну, решение космического, вот, вот. Вот у тебя была, вот, была для Мерседеса, покажи, пожалуйста, этот слайд. Ну, это не полностью поверхность, это же... А, это поверхность, она же не обязательно должна быть горизонтальной или вертойной. Я думаю, вопрос не об этом, я покажу, но это... Ну, для меня, вот, в том числе, это такие поверхности. Сейчас покажу. Ну, вот такого плана, то есть, это больше история, концепта, то есть, это завязка уже буклета, то есть, наверное, это все-таки не поверхность, это объект. Ну, на самом деле, вот я, у меня первое, что приходит в голову, это эппловский, то есть, ну, это же вот, да, это концепт, да, это такое футуристическое пространство, да, это, ну, смотря, какая задача решается. Решается задача, там, просто удивиться поверхностью или придумать некую историю. То есть, ну, можно и точечками удивить, правильно поставив, в группе поставишь точечку и ходи удивляйся. То есть, можно поверхностью удивляться. Ну, проект нужен, а я проект... Да, хорошо. От Антона вопрос. Какие реализованы проекты освещения в Москве? Вам нравится? В Москве, который? В Москве, Москве. Ну, я на самом деле, опять же, вернусь к ультиматуму. Если вот просто вот взять так, на вскидку, да, мне нравится очень, как Большой театр подсвечен, наверное, большевичка, да, то есть, которая тоже ультиматум сцепитила. Ну, вот я вспоминаю только эти, ну, на первый взгляд, ну, ну, поэтому. Да, ну, вот Большой театр тоже, да, конечно. Наташа? Для меня это фудмол, который делали вот на вашем оборудовании, как раз это Ксений проект был. Депо. Там много интересных решений и приемов. Ну, оно вот самое такое по насыщенности, что нравится. Слушай, я еще вспомнила, мне нравится, вот есть торговый центр, хорошо, но он такой вот экшн-подсветка, то есть такая, она не подсветка уже, это сама по себе, там, динамический фасад такой. Да, там как раз интеллект закладывали, да, да. Ну, вот мне, мне, вот если так вот, я сейчас в голове пробежалась, так, ну, наверное, да, там торговый центр хорошо нравится. Отлично. От меня вопрос. Такой циничный немножко. Как хорошему архитектору распознать хорошего цветодизайнера? Есть варианты? Ответов нет. если я как-то, если работ нет, то, но у меня на самом деле общение, то есть вот я общаюсь, смотрю, что происходит, как принимается решение, то есть насколько ну, то есть даже портфолио, оно столько не скажет, сколько вот, ну, такое постоянное общение. Ну, так как я не сильно потребитель, ну, светодизайнерских услуг, наверное, вот я такой не очень объективный как-то комментатор этого вопроса. ну, общаться, то есть в партфоле общаться. Наташа, как тебя обычно распознают? Наташа, как тебя обычно распознают архитекторы? В процессе общения. То есть это не вопрос одной встречи. Ты не можешь зайти к архитектору и сказать, о, я такой крутой светодизайнер, давайте работать. Это все происходит постепенно. И здесь, вот когда был вопрос про то, как я себя раскручиваю, именно поэтому я не даю рекламу, что для меня это выглядит как навязывание своих услуг. У меня есть портфолио, у меня есть реализованные проекты, и люди смотрят, если нравится, то они приходят ко мне, либо меня рекомендуют на объекты. То есть у меня происходит таким образом знакомство и работа, потому что и сколько с Илоном я общалась на эту тему. Я говорю, Илона, как вам, небожителям? Да я вот хотела вспомнить, да. Да, 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 потому что я говорю, ну, это же не подъедешь ни с какой стороны, потому что для меня всегда еще до знакомства с Илоном архитекторы выглядели как вот такие небожители и невозможно подойти, если нету знакомства. Илона мне как-то объясняла, что к ним за день сыпется, ты говорила, там по 5-10 писем, да? Какое у меня вся страница забита, да вот с карантина я открываю почту, вся страница. А вы видели наше письмо? Ребят, нет, не смотрел. Ну, то есть нет. Но, наверное, каким-то постоянным, то есть на виду будет, и да, мы все равно обращаемся же, то есть мы меняем партнера, мы обращаемся, ну, какие-то делаются просчеты, то есть, но если человек выпадает из информационного поля, мы его и не найдем никогда. Да, вопрос, ответ хороший на вопрос. Вот, мы уже подбираемся к концу, вот у меня будет последний вопросик, но вот перед ним Михаил все-таки уточнил по поводу светящей поверхности, он имел в виду, насколько с точки зрения психологии комфорта в помещении такие решения вообще вы считаете верные и правильные? Опять, а какой эффект мы добиваемся? мы хотим, ну, вот что мы хотим? Хотим человека. И потом, потолок низкий, а ширина пространства какая? то есть тут... Опять, ну да, то есть создать футуристическое, да, отлично, то есть, ну, дальше возникают там технические проблемы, создать... Нет, нормально, это обычная поверхность, это обычный инструмент, просто, опять же, что хотим с ним сделать? Что, какие эмоции хотим выбрать? Огласен. Коллеги, предлагаю загругляться, но перед тем, как мы закончим, хотел бы вас попросить сделать следующее. Какие вы можете сказать, напутствие, скажем так, нашей аудитории? Может быть, какие-то речи, какой-нибудь совет дать тем, кто, если, например, протестующие архитекторы, ну, не привлекали, например, сфотодизайнеров, или думают, делать это, не делать, будет что-нибудь? Ну, привлекать, конечно, я как-то, опять же, вы знаете, я такой привлекатель главный, да, вот, но светодизайнерам из тени своей выползти, то есть, потому что, на самом деле, найти и оценить работу очень сложно, то есть, ну, вот, несмотря на, вот, как бы, это все равно такой замкнутый круг, ну, замкнутый такой профессиональный круг, и вот, увидеть все работы, действительно, там не просто фотографии эмоушенов таких, знаете, вот, я вижу красиво подсвеченный забор, вот, отличные такие профили светодизайнеров, я фотографирую чужое окно, то есть, ну, вот, все здорово, то что хотелось, а? Прошлась. Ну, нет, ну, не хотелось, спрашивайте, как найти светодизайнера, и как с ним работать, а как с ним работать, если у него чужие заборы везде в его профиле, ну, вот, как это? Свои проекты выкладывать, конечно. Проекты и объяснять, почему, то есть, почему они, то есть, почему это, потому что они, бывают, даже провальные какие-то, со стороны кажутся, когда начинаешь объяснять, то есть, оно все становится на свои места, то есть, уже сколько раз было на конкурсах, например, и даже не про световые конкурсы, а вообще, вот, там, предметные, то есть, пока человек не начинает защищать свою концепцию, или рассказывать, что, то нифига не поймешь, что это, и зачем это, и, в общем, ерунда какая-то, а когда начинает объяснять, начинаешь уже так, о, прикольно, вот это нормально, и вот это, но это все же в контексте рассматривается. То есть, думаешь, мне продолжить, да, свои практики объяснения выкладывать? Я не знаю, то есть, ты считаешь их, и считаешь, что на них придут, ну, вот, в смысле, да, объяснять надо, но тоже понимать, что это рекламный продукт. Наташа, у тебя какой-нибудь напутствие, совет, рекомендация? Чтобы становиться лучше, надо постоянно учиться и развиваться. Вот, только такой совет могу дать. Не поспоришь. Отличная, не банальная истина. Не поспоришь. На этом предлагаю заканчивать. Илона, Наташа, спасибо.